Ирландский стэп После того, как по всему миру с триумфом прошло шоу Майкла Флетли, в искусство ирландского стэпа влюбились танцоры по всему миру. Первый в Казахстане танцевальный коллектив, исполняющий ирландский стэп, был создан в Карганде в 1999 году. Это была группа «Алтын Батыр». Руководителя этого коллектива Дамира Турибекова называли «казахстанским Флетли». В 2002 году в Соединенных Штатах Америки он стал чемпионом мира по исполнительскому мастерству. Коллега Дамира по «Алтын Батыру» Игорь Жигас выступал в группе с 1999 по 2009 годы. После ухода из коллектива, в котором Игорь приобрел огромный опыт, танцор созрел для собственного проекта. Вообще я с детства на протяжении пяти лет занимался профессиональным футболом вообще. Вот, на стадионе «Шахтер» это действительно было на профессиональном уровне. Ну, получилось так, что пришлось уйти с этого замечательного вида спорта. И никто не думал, что прийти в совершенно другую стихию, действительно совершенно другую, это танцы. У моего друга была тетя, она занималась и танцами, и преподавала танцы. И получилось так, что она нам предложила поехать в Польшу. Ну, вы сами понимаете, в 14 лет пацанам интересно вообще куда-то пойти, поехать, а тем более в другую страну. Но она сказала, есть одно «но» – это нужно заниматься танцами. Ну, для нас это было дико, потому что заниматься пацана в то время танцами – это равносильно, наверное, позору. Я не знаю, чему-то, предательству какому-то. Но все-таки мы пересилили себя, вернее, пересилил интерес поехать куда-то. И вот все-таки мы начали заниматься польскими танцами. Она была руководителем польских танцов. Я еще помню, Польский культурный центр, он и сейчас существует, по сей день, «Улюбиены квяты», «Любимые цветы» переводится. Мы позанимались, я не помню, может быть, год. Ну, как всегда, так как пацанов никогда нигде не хватало, мы там красавчиками были, лучшими. Хотя на самом деле, наверное, так и не было. Просто было не с кого выбирать. Да, действительно, мы съездили в 1994 году в город Жешев, Польша. Месяц там побыли, но там, что самое интересное, мы там действительно ехали не отдыхать, а и учиться. У нас там каждый день было по шесть часов польских танцев. Я был солистом среди белорусов и украинцев. Мало того, что я танцевал, так я еще там выучил польский язык. И на польском языке еще пел, как и танцевал, и пел. «За грамме музыка, а не жалуй смыка, боя не жалуя, боя не жалуя, до танца бучика». Вот такие интересные песни были. Вот у той нашей руководительницы по польским танцам была еще знакомая. Она тоже и сейчас есть. Это Зубахина Светлана Александровна. Она балетмейстер Академического театра музыкальной комедии. И получилось так, что она увидела нас и предложила поступить в колледж искусств имени Татимбета. И параллельно быть артистами балета Театра музыкальной комедии. Ну, закончил колледж искусств я с отличием. Параллельно работал три года артистом Театра музыкальной, Академического театра музыкальной комедии. Там познакомился я с Дамиром Туребековым. Он был в то время тоже артистом балета, солистом балета. Закончил он хореографическое в Алмате, Селезнево. И как-то он принес один раз кассету. Это была кассета Riverdance. Майкл Флетли, первый концерт в Дублине. Мы с ним посмотрели, и это было все. То есть мы понимаем, что кроме вот этого ирландского степа, наверное, ничего лучше нет. И вот мы с ним вместе начали что-то как-то формировать. Так как он был профессиональный, естественно, он был во главе этого всего. Вот мы начинали с одним коллективом, не получилось с другим коллективом, не получилось. И как-то я ему сказал, давай третий раз начнем. Он говорит, третий раз начинай только дураки. Я говорю, ну давай будем дураками. И вот давай будем дураками. И получилось, что на третий раз у нас сформировалась степ группа Алтын-Батыр. Самое, что интересно, в то время, когда я создавал эту группу, степ группу Равиваль, эта группа находится, дети, которые в этой группе занимаются, находятся в сортировке. Если честно, я не знал, что такое сортировка. Ну не к тому, что это что-то плохое, а ну просто не знал. Я живу на Юго-Востоке, а сортировка в другом месте. И так получилось, ездил один автобус. И когда я договаривался, чтобы сделать какую-то рекламу, чтобы оповести детей, чтобы приходите, я вам покажу, расскажу, что это такое степ ирландский. Мне сказали, вот 8 утра, линейка, вот сможешь, только одно условие. Я в 6 утра, помню, это было в феврале, в январе, в конце января, мороз. Я в 6 утра встал, я там минус 35, что ли, я еще не знаю, как я туда доберусь. Пошел на автостанцию Юго-Восток. Действительно, надо дать должное, этот единственный автобус, как будто так получилось, он один меня ждал. В полседьмого утра, пока я пешком дошел еще до этого. И вот я доехал, и вот как будто меня накрыли как-то, я не знаю, вот я сейчас вспоминаю, что я побоялся, думаю, где-нибудь сейчас заметет, занесет, там какой степ. И я приехал, да, и получилось так, что эта линейка состоялась, я сказал. И первое занятие степ-группы «Ревеваль» было 3 февраля 2009 года. Автором большинства танцев группы «Ревеваль» является ее руководитель Игорь Жигас. Титанический труд в этот проект вкладывает жена Игоря Евгения. Она шьет костюмы. Участниками коллектива сегодня являются Татьяна Шабунина, Александр Калугин, Марина Немельянова, Наталья Грицакова, Илона Гудыма и еще 10 человек. Средний возраст группы и 15 лет. Помимо исконного ирландского степа в репертуаре «Ревеваль» два казахских танца, танец аргентинских пастухов гаучо, итальянский, венгерский, татарский, молдавский, резгинка, цыганский, русская кадриль. Труд Игоря Жигаса отмечен наградами. В 2016 году он был признан лучшим хореографом Караганды, а в 2018 – Карагандинской области. Карагандинская области.